Друзья, всех приветствую себя на канале и сегодня вам предложу приготовить так как уже декабрь месяц и новый год не за горами предложил приготовить вяленое мясо или как еще называют бастурма у меня свиная шея поехали у меня вот такой вот кусочек кило 600 я его поделю на несколько частей наверно вот так одна часть вот она пойдет ну и вторая вот такая ну и третий будет такой вот небольшой взяли шпажку и вот таким образом делали делаем проколы во всех трех частях затем взяли контейнер у меня такой пластиковый пластмассовый на дно насыпали крупной соли взяли все так распределили и каждый кусочек берем и обволакиваем солью со всех сторон а так и третий кусочек затем кусочки распределили по контейнеру обязательно чтобы была соль внизу и также все засыпаем полностью солью и распределяем все было в соли все друзья засыпали солью накрыли крышку и убираем контейнер прохладное место на четыре дня каждый день каждый день мясо будет отдавать влагу влагу нужно сливать соль менять не нужно если будете менять соль то тогда мясо будет соленое все встречаемся через четыре дня прошли четверо суток давайте посмотрим что у нас получилось достаем соли смотрите какие кусочки красавцы наше вот это мясо я хорошо промою под строю воды и залью водой буду вымачивать в течение трех часов через каждые полчаса воду буду менять через три часа встретимся три часа вымачивали мясо сейчас его просушили полотенцем дальше берем кусочек полотенца и заворачиваем каждый кусочек полотенца по таким образом мясо упаковали полотенца дальше сверху у меня вот такая досточка ламината и начинаем выкладывать гнет ну какой есть может можно кирпичи что угодно у меня с гантелей здесь здесь будет 12 килограмм все и вот таком состоянии оставим мясо на трое суток через трое суток встретимся до еще завтра я сниму гнет и поменяю полотенца и поставлю обратно до забыл сказать его можно оставить здесь если на улице тепло можно занести где-нибудь комнату ну где-нибудь прохладное место все друзья прошло у нас трое суток снимаем гнет ну и посмотрим что у нас там получилось да скажу сразу полотенца я менял каждый день они были влажные влага уходила ну вот и сейчас и сейчас они влажные ну все сейчас все размотаем и посмотрим разматываем наши кусочки вот они какие у нас красавцы получаются вот такие брюкетики все дальше дальше у нас опять интересная процедура будет сейчас все уберем и продолжим дальше мы берем вот такую шпажку один край острый один тупой тупым вернее острым делаем отверстие а тупым концом сейчас сначала возьмем кусочек а тупым концом будем нитку эту затаскивать в отверстия так все вот так и сделали узелок вот так и все три кусочка мяса начало дырку дальше нитку дальше нитку тупым концом оставляем и так нитку на дырку и пропихиваем все и узел друзья вот эти вот три кусочка висящие на нитках мы отправляем на пять дней сушиться при комнатной температуре где-нибудь комнате можно повесить на кухне можно повесить у кого какие есть возможности котельные куда угодно лишь бы была плюсовая температура ну я думаю хотя бы плюс 18 все через пять дней встретимся друзья прошло пять дней смотрите что у нас получилось вот какое мясо оно полностью готово его уже можно употреблять в пищу но мы немножко сделаем еще под нее замазку и оставим еще на два-три дня давайте приступим все взяли посуду всыпали 100 грамм приправы чаман 100 грамм сладкой паприки чайная ложка соли чайная ложка острого перца красного и две чайные пушки сухого чеснока затем постепенно воду и все перемешиваем делаем делаем как сметану все замазка готова смотрите вот какая она такая берем нож и кусочек мяса окунаем и потихоньку вот так потихоньку размазываем намазываем все три части со всех сторон друзья вот это вот красота отправляется еще сушиться при комнатной температуре на два дня через два дня встретимся друзья прошло два дня сушки давайте разрежем и посмотрим что у нас получилось поехали так все давайте выберем кусочек а вот любой такой так поехали срезаем ухты кризиса смотрите какая красота прям мраморное мясо а вот это прелесть смотрите немножко обмазка отходит ну ничего страшного ничего страшного смотрите прелесть какая прям мраморная говядина смотрите красота какая вот она вот эта красота вот друзья смотрите что у нас получилось такая красота вот вкуснятина немножко в некоторых местах специи отходят но это ничего страшного главное специи проникли в края мяса и по краям мясо своеобразно вкусная смотрите какая вкуснятина как мраморная говядина друзья хочу поздравить вас с наступающим новым годом пожелать вам любви здоровья спасибо что вы были со мной это для меня так важно и попрошу остаться и дальше мы будем дальше я постараюсь вас дальше также радовать какими-то своими новыми идеями и рецептами и хочу выпить поднять бокал коньячка за вас до новых встреч